Слушаюсь свое радио, надеюсь, в постоянном для себя и привычном режиме. Программа «Живые» из понедельника по четверг теперь так, потому что летний режим. Пятницу мы оставляем на даче. У самих дач нет, но зато люди-то копают картошку, не знаю, кукурузу сажают, может быть, редиску обрабатывают. Поэтому мы и решили, что пятница пусть остается уже на домашнее хозяйство. Сегодня здесь группа... Ха, замечательная группа, надо сказать. Но традиция есть традиция, и в любом случае мы традицию не нарушаем. По всему, прежде чем представлю вас, ребятки, нашей аудитории, вы должны что-нибудь сыграть. Это будет музыкальная заявочка. Те, кто не знает, что играет группа, которая сегодня здесь, они сделают для себя выводы, надо ли им оставаться до конца эфира, или можно пойти чаю с ромашкой выпить и баньки. Как всегда, живой звук. Поехали. Разве мало я ждал, Чтобы встать с колен и пойти? Разве мало я верил, Что любовь на моем пути? Разве мало я думал, Как все цифры сложатся в ноль? Разве я рожден, Чтоб пройти Всю эту боль? Если я белый свет одинокой звезды, Видит Бог, я цвету, Я сжигаю мосты, Я на третьей ступени Бесконечной тропы, Еще шесть начал, И я признаюсь в любви. Я проснусь свежим ветром В пустыне и море, Обреченный на счастье Среди добрых людей, И я стану реальным, Растворюсь среди нас. Разве я недостоин? Ответь мне сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Разве я не просил То, чего можешь ждать только ты? Разве я молчал, Когда зло вбивало в гвозди, В кресты? Разве слезы мои Не наполнили кувшин до краев? Разве я не осознал, Что моей лошади Не нужно подков? В поле моем Белым огнем Я горю и прошу о прощении В поле моем Я горю маяком Я прошу у тебя просвещения Если я белый свет Одинокой звезды Видит Бог, я цвету, Я сжигаю мосты Я на третьей ступени Бесконечной травы Еще шесть начал И я признаюсь в любви Я проснусь свежим ветром В пустыне и морей Обреченный на счастье Среди добрых людей Я стану реальным Растворюсь среди нас Разве я не достоин? Ответь мне сейчас Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Чтобы встать с колен И пойти Ну еще раз добрый вечер Группа «Рейс» здесь сегодня Ранее назывался коллектив Просто Андрей Копров А теперь группа «Рейс» Не так давно коллектив поменял название Придумав себе такой вот вариант Такой ход И в общем собственно ничего не изменилось в худшую сторону Ну просто название поменялось Это я так сообщаю аудитории Которая может быть слегка Тупит Ну так бывает Знают Копрова Но не знают рейс То есть в ротации-то идет как рейс Но привычка все равно могла остаться Андрей Копров Фокал гитара Здравствуйте Молодец у тебя получилось Все-таки я тебя вынудю Подойти к микрофону Хотя бы один раз за эфир Ну конечно ты уселся так плотно Я вижу сидишь Устроился хорошо Павел Борисов Бас-гитара Подойди пожалуйста Здравствуйте друзья Глубоко уважаемый нами человек Любимец практически публики И нельзя чтобы он не поздоровался сегодня В обязательном порядке Труба Иван Васильев Можно к микрофону? Я не буду вас теребить за весь эфир Не хотите не ходите Конечно конечно здравствуйте Спасибо большое Клавиша Павел Цыганков Я думаю что тоже можно хотя бы разочек Этот микрофон без Вот лампочка где горит красная Здравствуйте Молодец хорошо Ну и человек у которого свой собственный микрофон Видишь он слева от тебя Подтяни его пожалуйста Потом я его включу Чтобы бум-бум не было Это не удалось все-таки до конца Бензамин Берт Барабаны Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Как дела? Я думаю он должен понимать меня У меня я понимаю Да-да-да Я просто хочу чтобы акцент был слышен А все ли хорошо? Да-да-да Как там удобно ли? Именно вот здесь? Да Ну очень Очень Хорошо Спасибо большое Я специально просто подчеркиваю Принадлежность к другой языковой группе Так сказать Итак Начнемте с господа хороших Вы сегодня к нам приехали с новой программы С новым альбомом Мы записали альбом Называется он Полный вперед Не зашло на нас название группы Ты правильно уже сказал Группа Рейс мы теперь называемся Вот Записали альбом Получился такой контрастный Как душ Как Страна где мы живем Или так Подожди Вот еще момент какой интересный Об этом тоже нужно было бы сказать В общем ты приехал в Россию Долго-долго живя в Мюнхене В Мюнхене и в Берлине И в Берлине И в Германии То есть соответственно Твое творчество начиналось там Я там прожил около 20 лет А потом приехал в Россию В Петербург Да Так Вот Встретил Близких мне людей По духу Вот И мы решили создать группу Назвать ее Рейс Записать альбом Не-не-не Секундочку Сначала называлась просто Анри Копров Давай не путай Ну да-да-да Карты не путай Ну вначале Вначале мы назывались Просто моими именем и фамилией А вот Потом решили все-таки Придумить какое-то Какое-то вот Да Четырех Из четырех букв Какое-то название А почему именно из четырех букв? То есть это была установка такая? Это я так придумал сейчас А хорошо Извини Я просто не подумал Там Андрей Ну тут Рейс Как бы там Ну Андрейс А-а 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 Не, ну назвать Андрейс Было бы странно Потому что тогда прибалтийская группа Была бы Андрейс Копров Так обычно там Да Было бы очень смешно По-немецки звучало бы Андрейс Пэн Тогда Андрей Андрей А-а Андрейс Да, может быть Ну в общем ладно Хорошо Выяснили теперь Я все никак не мог понять Почему Рейс 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 Ну потому что песни Образные Хотелось что-то такого Тоже не конкретное А образное Что-то лаконичное И уверенное Это группа Рейс Ну в общем все убедил Больше этот вопрос Я задавать не стану Просто потому что Тот случай Когда группа Переименовалась Уже по ходу Нашего знакомства И мне стало любопытно Почему В декабре Да, в декабре В декабре Познакомились мы в Питере На фестиваль В поддержку своего радио И тогда еще Я расскажу коротко Тем кто не очень в курсе Мы приехали в Питер Поддержать музыкантов Которые тогда выступали В этом концерте В поддержку проекта На планете Еще Мы тогда собирали денежки На строительство радиостанции И первой группой выступал Первым Да, группа не группа Первым выступал Андрей Копров Мы зашли тогда в клуб И первое, что я ощутил Это такое странное состояние Нирваны Да, я не понял Что это у меня за спиной Я повернулся к сцене И вот пока они не допели Я оттуда Вот Юля тоже Мы не смогли отойти Ну просто не смогли Это было роскошно Это было прекрасно И тогда мы сказали Что почему мы не знаем эту группу Какое упущение Эта группа должна быть В нашей ротации Ну просто потому что Действительно потрясающая группа А небо ветром молчало Это просто хит Всех времен и народов Я уверяю Я думаю, что ее стоило бы Спеть сегодня по ходу Потому что эту песню Знает аудитория Я знаю точно Начнут кричать ура И бить в барабаны В там-тамы Доказывая всем Что это и есть Самый главный хит У коллектива Так, как-то сложилось пока что Спасибо Вот такая вот история Короткая Давай петь дальше Кстати, как называется альбом? Альбом называется Полный вперед Замечательное название Рейс полный вперед Да Очень хорошо Очень хорошо Оно одно с другим Замечательно коррелирует Первая песня как называлась? Разве мало я ждал Но разве она с этого альбома? Да Все-таки с этого Почему я ее знаю? Она А, ты мне присылал, видимо Да-да-да Значит, она под номером 9 Если я не ошибаюсь Да? А давай мы поиграем Сегодня в игру Давай Я объясню в какую Дело в том, что Одна из песен этого альбома Готова уже практически На следующей неделе Пойдет в премьерах В эфире своего радио Какая, я не скажу Пусть аудитория сама угадает У нас такая штука прокатывает Вот если тот первый человек Который угадает песню А вот интуит А про интуит Как правильно сказать-то, господи? Про интуит Про интуит Включите интуицию, короче Попробуйте угадать Какая это песня На следующей неделе С блоком премьер Она, собственно, пойдет В премьерных прокатах На своем радио Так вот, угадает тот Кто первый угадает Получит диск Нормально Взял с собой диски? Взял? Конечно Взял? Автографы там оставишь? С удовольствием Весь коллектив это пускай сделает С удовольствием Так вот, кто первый догадается Какая из песен пойдет в премьеру А многие слушатели уже знают Как я отбираю песни для премьер Как-то уже многие даже пытаются А мы не знаем, кстати Ты не слушаешь свое радио так часто Неправда Неправда Ладно, как следующая называется песня? Следующая песня тоже из нашего альбома Называется фильм Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня группа Рейс Погнали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звезды в небе А на сцене их нет Солнце свет Греет плечи прошедших лет Одинок Как всегда Ты перо Смысл жизни Вижу только в кино Но Сон мой Кадры судьбы Режиссер Режиссер Этого фильма Ты Актер Играет чужую роль Ну а зрители решать Жизнь и любовь КОНЕЦ 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 Сразу признаюсь Тупанул я Малеха В премьеру песня С этого альбома Следующая Следующая Потому что одна уже Пойдет не на следующей неделе Чуть позже А сейчас пока Крутится пятница Ну что бы ты в курсе был Есть такая песня В премьерах Да В премьерах идет песня пятница Я поэтому специально выскочил Подумав Что где-то я по-моему Что-то не то сказал Но все равно угадывайте Угадывайте Песня для премьеры От группы Рейс Уже отложена В любом случае На следующей неделе Чуть позже Она пойдет в эфир Пытайтесь угадать Какая песня будет Это ты сейчас Ты же сам не знаешь Что ты пытаешься подсказывать Бессмысленно конечно Расскажи пожалуйста Вот мне как-то любопытно стало Вдруг Неожиданно Ты как-то заходил к нам на эфир Забегал Диск свой приносил Забегал Сидел Слушал Не помню что за группу Разные люди На разных людях ты здесь был Да Мне кажется получал удовольствие По крайней мере по лицу твоему Было видно Что тебе хорошо и комфортно Так скажи пожалуйста На сегодняшний день Есть какие-то контакты Контакты То есть рейс рейсом А какие-либо Может быть дуэтные варианты Грядут Может быть с кем-то Попоешь Может быть кто-то с тобой Хочет спеть Ну мы с Пашей поем уже Вот вместе Вдвоем Поздравляю Дуэты Ты знаешь Пока я ничего такого не планировал Чего так? Так Не знаю Вот мы спели значит Вместе с группой 7B Иваном Демьяном Песню Небо-ветро молчало Ну давно уже вместе Это было уже наверное Год назад Я кстати поменял песни Как ты просил Спасибо большое А мне некогда было Тебе об этом сказать Чек был Я там занят Нормально Так Вот А дальше Ну вот пока в планах Дуэтных Ну Кончите в ужас Я не дозвонился Не удалось пока Ну она поменяла ориентацию Уже Ты в курсе? Поменяла все-таки? Ну что парень уже После Евровидия сказал Да все надоели у меня Наделся в Тануи и пошел Говорит Я нормальный пацан Просто хотел всех попугать немножко Прикололся дескать А мы бороды Дико поиздевался над Европой А мы бороды В общем-то Не в тот тренд попал Мне кажется Как-то Как-то нет Нет таких планов Нет планов Сейчас петь с кем-то Если предложит Какой-нибудь замечательный музыкант А как получилось с Демьяном? Он тебе предложил что ли? Мы играли совместный концерт А после этого На следующий день Пошли в студию Мелодия В Петербурге И просто записали Вот как-то Он так легко согласился Я предложил Вот у меня есть песня Не хочешь? Он говорит с удовольствием Мы ее играли И вот ему понравилось Он говорит Не боги Он прям сказал Давай-давай Ну Пошел И спел Да Смотри как И ничего не попросил А чего-то просят? Так хрен его знает Ну мало ли Просят денег Иногда Да Не знаю Мы ничего никому не даем Правильный подход Даже в принципе Если просят Правильный подход Уважаю Ценю Нет Просто дуэт замечательный Правда И все это прозвучало так Как будто бы оно так И было задумано Ваня Да Очень талантливый человек Безусловно Играл тут тоже у нас Вспоминал эту песню Между прочим Да Говорили мы с ним Тогда о Копрове Он сказал Да Круто-круто Это было замечательно Давай дальше Следующую песню Ну а как ты полагал? Чего сюда пришел? Ну вот Дело в том Что наверное уже заметили Я сейчас вот играю На акустической гитаре Я это делаю Исключительно редко Почему так? Обычно у себя на кухне А вот мы решили Сделать Сделать исключение И вот сыграть Сегодня такой вот Акустический вариант И А на чем ты Прости Прости На чем ты обычно играешь? Ну Такие электрогитары Да? А я почему-то Тебя помню С акустикой Нет Это был не я Это был Демьян Я понял Да Извини Шутка Но я очень люблю Это делать Вот И мы выбрали песни Те которые В декабре не играли Вот как бы Да Но в любом случае Мы напоминаем Что сегодня Презентация нового альбома Группы Рейс Это же правда? Совершенно верно Если вдруг пойдет Какая-то песня в эфир Не из этого альбома Ты предупреди Не из этого альбома Предупреждаю Вот молодец Правильно Как всегда Живой звук В программе Живые Группа Рейс Поехали Раз, два, три Раз, два, три А как во поле чистом ходил Бог оживал Во флейт дул До песни рассказывал Поливал слезою Землю до ягоды И душа светила Солнцем на цветы Но легла тень Полосой на день И увела с собою Дорогою темною До утра А я иду Тропинкой светлой Навстречу ему Раз, два, три 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 А я по полю гуляю, да по небесному знаю. Хорошо мне, хорошо мне, хорошо мне. Хорошо мне, хорошо мне, хорошо мне, хорошо мне. Субтитры подогнал «Симон» 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 Хорошо. Тогда был наш звукорежиссер, я так понимаю? Да. Да, сегодня надо представить вашего. Он сидит за пультом. Как-то у меня не написано, как его зовут. Это Саша. Это Саша. Этого достаточно. Саша замечательный и популярный звукорежиссер. Это хорошо. Я не знаю, говорить, где ты работаешь или не надо. Да говори, говори. Я не буду говорить. Почему? А что такого? А зачем? Музыканты знают все, кто где работал. По-моему, в лицо знают все. Рассказывай, рассказывай. Ну, Саша... Ну, давай, давай, не ломайся. Как скажешь, как скажешь. Как девочка, что ли? Саша? Ну... Все, можно? Давай. Ну, так гадайся. Я гадать буду сейчас. Время идет. Рассказывай дай. Ну, работает он звукорежиссером в группе ДДТ. Хорошо. Вот и все. Замечательно. Это приятно. Приятно это осознавать. А почему Юля аплодирует? Это мы не понимаем. Ну, в группе ДДТ. Замечательно. Я думаю, что, в общем, в принципе, можно было бы не только звукорежиссера тогда поаплодировать. Завтра? В этом плане. Вот я бы хотел... Юлиан, чем мы любим. Вишню тоже. Да. Вот завтра у нас будет презентация альбома полного вперед, который, да, в Москве. И Саша сегодня, конечно, так себя хорошо проявил. Мне очень приятно, что у нас будет рулить завтра Саша. Саша будет? Да. Это круто. Ну, я тогда не знаю. Я хотел сказать, что, может быть, чутка бы все-таки ватки-то прибрать в голосе. Ну, ладно. Раз и ДДТ, пусть останется как есть. Не хватает мне все-таки у Копрова прозрачности. Нижней серединке бы я, конечно, прикрутил. Ну, звукорежиссеру группы ДДТ, таких претензий я предъявить не могу. Спасибо тебе большое. Это что ты мне сейчас дал? Подожди, я что-то вижу фотографию. Ах, это билет, что ли? Пожалуйста, это билет. То есть ты 25 июня приглашаешь нас завтра на концерт прийти? Завтра презентация альбома будет на... В четверг, да? Да. С 6 до 11, да? То есть мы группу принцессы Ангина плюнем на нее. Я, кстати, слышал эту игру. И не будем с ней завтра делать эфир. Мы пойдем на группу рейсов. Все. Решено. Спасибо тебе, дорогой. Но, к сожалению, мы не ходоки. Увы. Мы не можем. Чего ты напиши, я тебя не слышу. Но приятно в любом случае. Рассказывай тогда о концерте. Завтра, 25 июня. 25 июня. Вот будем играть концерт в клубе Ленинград, который находится Ленинградский проспект 24А. В городе Москва. Клуб Ленинграда в Москве. Да. Как все запутано в этой жизни. Значит, в 6 начало. В 6 начало. Там такое феорическое будет шоу. Слоны, лошади, люди. Подожди, не понял. Все будут танцевать, радоваться, фейерверки. Такое. Мы сами еще не знаем, что там происходит. Не-не-не, подожди. Тут подробнее нужно. Тут мне даже стало любопытно. А что значит слоны? Ну, скорее всего, они будут. На концерте? Да. А лошади? Ну, как же слоны без лошадей? Слоны без лошадей? Никак. Это, правда, совершенно невозможно себе представить. Поэтому, Данил, я, конечно, утрирую. Ну, расскажи, расскажи чуть подробнее. Будет такое феорическое шоу, балет. Девушки будут играть в там-тамы бить, барабаны стучать. То есть они будут, так понимаю, бить в там-тамы часа три? Ну, до восьми точно будут бить. Да, два часа точно. Потому что я смотрю, что сначала в шесть, конец в одиннадцать. Я себе представляю, какую же программу должен был коллектив группа «Рейс» вообще отбабахать за эти пять часов. Это песен двести. Ну, так, ходом. Вряд ли это возможно. Значит, получается, девушку бьют в там-тамы часа два. Потом часок слоны. Слоны бьют в там-тамы. Потом лошади пошли. Потом лошади. И потом нормальный 45-минутный чек коллектива «Рейс». Я так понимаю. Ну, как обычно, впрочем. Ты вообще, я тебя тяну клещами. Расскажи мне, почему так много времени это должно занять. Вот, совершенно верно. Выступает там еще пару коллективов. А, вот. Хорошо. Которые будут играть с шести до восьми часов. В восемь часов мы выйдем на сцену и сжахнем уже по полной программе нашу... То есть у вас на разогрели группу «Дэдэд». «Дэдэд», я так понимаю. Ну, куда там. Да почему куда там? Да ладно, что там. А что, не договоритесь, что ли? Да, чуть договориться. Надо, чтобы... Да. Какие коллективы будут играть у тебя перед тобой? Коллективы? Ну, что ж ты? Малоизвестные. Я даже не знаю их имен. То есть даже ты не знаешь? Да. Ты шучаешь? Ну, из Москвы. Нет, правду говорю. Я всегда не шучу. Да, говорю правду. Я действительно о них не знаю, но они говорят очень талантливые и стоит их пригласить. И мы согласились. Ну, молодец. Ну, примерно. Ну, молодец. Когда я перечислял песни, которые крутятся в ротации, я все-таки надеялся на чуткое ухо аудитории. И на чуткое ухо той аудитории, которая точно знает творчество группы «Рейс» и, собственно, Андрея Копрова. Вот одно из чутких ушей так и нашлось, я тебе скажу. Одно из чутких ушей нашлось. Значит, альбомчик будете подписывать конкретному человеку, уже есть победитель на самом деле. Как зовут? Ириша. Ну, так написано. Я уже не знаю, может быть, Ирина Ивановна, Ирина Сергеевна, но зовется здесь Ириша. И уже те, кто понял, о ком я говорю, понимают, какая песня пойдет следующей в премьерах от группы «Рейс». С этого альбома, естественно. Давай дальше петь. Поехали дальше. Давай. А следующая песня не из этого альбома. Как называется? «Естественность». Хорошо. Потрясающая вещь, кстати. Как всегда, живой звук в программе «Живые рейсы» здесь сегодня. Погнали. «Живые рейсы» здесь сегодня. Кто сказал, что рай на земле Это то, что видел только во сне Я вижу его в тебе Я вижу его в себе Если там рай, так здесь значит А ты лишь что-то иное, что души не принять Я буду искать Ты будешь искать Естественность Во всём От луны до тепла Естественность Во всём От создателя к Богу Естественность Во всём От звезды до меня Естественность Во всём Для меня человек Без гитар в руках Равен тому, кто ходит С мечтой в облаках Мы все племя Бога Подарившего жизнь Здесь Кто-то умнее Кто-то сильнее Хотя все мы С небом мудреем И наконец-то взрослеем И наконец-то взрослеем С детским смехом в груди Естественность Естественность Во всём Во всём От звезды до меня Естественность Во всём И в каплях дождя И в дыхании земли И в начале меня И в первой Любви И в каплях дождь И в каплях дождь И в каплях дождь Блестящая вещь Блестящая И тут ничего не попишешь На самом деле В своё время Когда слушал её В том числе Небо ветром молчало Понимал Что Россия Могла бы потерять Такого потрясающего артиста Как Копров Если бы он вдруг Задержался в Германии По какой-то причине Ну мало Я уж не знаю Что могло бы задержать Женщина Работа Бизнес Всё могло бы быть Но таки он вернулся В Россию Таки он вернулся В Санкт-Петербург И теперь Это имя Андрей Копров Становится всё более известным Всё более и более популярным Группа Риск Но родился я не в Санкт-Петербурге Рассказывай Родился я в городе Радиоактивном Очень Холодным Хоккейным Таким Челябинск Совершенно Да Совершенно верно Когда говоришь Радиоактивный хоккейный Я понимаю Что это Челябинск Других радиоактивных Хоккейных городов Я не помню Хотя нет Магнитогорск Тоже достаточно Радиоактивный И тоже очень хоккейный Да Но всё как я попал Челябинск Я занимался немножко хоккейным Я в пресс-элице просто смотрел Я о тебе кое-что знаю Давно уже Чё не скроешь Любим мы своих артистов Просто любим Уважаем и ценим И считаем Что те артисты Которые крутятся на своём радио Кстати ДДТ тоже Между прочим Но с теми песнями Осени на своём радио Не будет никогда Ни в одном виде От группы ДДТ Потому что Я люблю осень Сильно Поэтому очень Я не понимаю Почему пацанов Не крутят нигде Вот я их кручу Ну условно говоря У нас много чего интересного Крутится В том числе и группа Рейс Замечательная группа Рейс да Очень любим Правильно Привет живым своим На прошлом эфире Андрей отказался Эту песню петь Но эфир этот факт Не испортил Рать снова слышать Вот не стал ты её петь В прошлом эфире Смотри Я не помню об этом Аудитория помнит Заметьте Мы штудировали Так Соответственно подготовились Молодец Не хотелось петь песни Те которые уже Мы сыграли в прошлый раз И мы сейчас сыграем Из альбома Из нового альбома Песни которые Вот в декабре Не сыграли и те Которые действительно Я считаю Не должны Так просто Исчезнуть Боже упаси Чтобы исчезли Я сейчас подаю тебе Одно сообщение Подарю просто Потому что Сам его прочитаю Знаешь как ребенок Радуется когда видит Что нибудь интересное И хочет первым Рассказать об этом родителям Вот я первый Я первый рассказываю тебе Привет из Кентукки Стал вас слушать Одно удовольствие Включил Тащусь как реднок Александр Кентукки это реальный город Реально не в России Спасибо Это я так На всякий случай Он дальше тут пишет Пью пивко у себя Во дворике Сосед американец Похвалил Говорит Хороший кантри фолк Тащусь Говорит он На чистом русском Я на улицу звук вывел И теперь Все тащатся рядом Я думаю что Александр сейчас нас слышит И получает удовольствие От того что мы Заметили его сообщение Кстати пришло оно В чат на сайте А как то я так Лоханулся Друзья мои Я же не сообщил вам Как с нами связываться Вот до чего Меня довел Копров Когда вижу этого человека Понимаю что надо О музыке говорить Забыл о главном Вы можете Теперь ругай всех Теперь группа рейс Хорошо прости Квижу перед собой Группу рейс Понимаю что Так вот 4647 Это короткий номер Для ваших смс К 4647 Сначала пишите свои Делайте пробельчик А дальше все что хотели бы Адресовать коллективу Можете опять же Отписываться в группе Официальная группа Своего радио Вконтакте Там и анонсик Давным-давно Фотография Красивая достаточно Там в тексте Анонс Кстати сказать Название коллектива Выделено синим Активная ссылка Кликая на которую Оказываетесь у них в сообществе Которое надо Очень активно пополнять Очень активно Вступайте в ряды Пожалуйста Фан-клуба Группы рейс Это надо делать Прямо сейчас Там можно отписываться Я сейчас имею ввиду Группу Вконтакте Видеть можно Все что в этой студии происходит Благодаря планете ру Заявите на сайт Своерадио.фм Там сверху Видите плеер Слева в плеере Онлайн аудио Справа онлайн видео Кликая на синенькую Кругляшечку Такую онлайн видео Вы оказываетесь Как раз в картинке И эта картинка Замечательнейшим образом Отражает все происходящее Здесь В студии Там же есть и чат В котором также Можно отписываться В чате есть Толик Это тот маленький уродец Который Тролли Знаешь какие-то У нас появился тролль Зовут его Толик Человек который Удивительно По-моему Ни одна баба не дают Прости за прямую речь Потому что он Находится здесь Постоянно Утром он пишет Днем он пишет Вечером пишет Ночью пишет Пишет дерьмо Ну знаешь Такие вот тупые вещи Типа Ой на Кузьмина Как похоже Вроде бы мелочь какая-то Но раздражает Вот Поэтому я С чел Нужным и важным Потролить Толик В ответ Ну какой мужик Будет сидеть в чате В чате радиостанции Круглосуточно Либо без Ну в смысле Вот на полшестого Потому что Ну куда ему себя применять Либо без Черепной коробки То есть человек У которого мозг открыт Космосу Знаешь когда из космоса Все приходит Сразу Ну это смертельно опасная болезнь Смертельно Люди после 40 лет При этой болезни Просто уже не живут Толик если есть 39 Беги быстрей Заказывай себе место Он из Краснодара по-моему Как там кладбище называется Какую-то гадость пишет Да Ерунду Ну на живут Глупости абсолютно Глупости С одной стороны Вроде бы мелочь конечно Его банишь Он снова появляется Его банишь Он снова Вон то Толик 0000 Забанишь потом Толик 221 Увезем в Челябинск Там банят навсегда В Челябинске? Конечно Да я думаю что это место Для бана очень подходящее Кстати Давай дальше петь Поехали Что это будет? Что это будет? Пардон Расскажи Значит следующая песня Из альбома Так Позывается мгновение Как всегда живой Звук программы живые Здесь сегодня группа Рейс Со своим новым альбомом Презентации в эфире Всегда приятная штука Погнали Я настолько увлекся Бытовыми делами Мне не вспомнить как прежде Играть в рок-н-ролл Я спою о любви Не своими словами Моя светлая муза Приняла Димитро Не смогу застрелиться И не выпила траму Не обвязавшись веревкой Огнуться на дно Мне не жаль ни себя Ни отца и ни маму И жить каждым мгновением Мне, увы, не дано Мне не жаль ни себя Ни отца и ни маму И жить каждым мгновением Мне, увы, не дано Мой, где же адрес мой? И как попасть домой, как попасть домой по мокрой мостовой, вечный и живой. Вечный и живой, вечный и живой, я иду домой. И вот пришел новый день, и ничего не случилось. Только птицы летят из пустоты в никуда. За окном шелестят неутомимые метели, И мне кажется, мир пошел против меня. Но задрожала струна и блеснуло начало. Весна сбросила платье с серебристым крылом. Я читал в небесах, разбившись на счастье, Что жить каждым мгновением может тот, кто влюблен. Я читал в небесах, разбившись на счастье, Что жить каждым мгновением может тот, кто влюблён. Вечный и живой. Я иду домой. Я иду домой. Красота какая. Смотри, какую штуку. Опять же, подчёркиваю, аудитория всегда очень внимательна, очень пристальна. Я как-то много лет назад понял, что обманывать аудиторию нехорошо. Даже шутить нужно так, чтобы потом помнить, на чем ты шутил, чтобы потом не оказаться в нелепой ситуации. Ну, просто давно это было. На одной из первых разговорных станций, которые появились в России, онлайн так называлась эта станция. Это начало 2000-х годов. Я там общался, у меня была общественная политическая программа, в которую приходили всякие люди от политики, с которыми мы говорили не о политике. Вот приходила Хакамада, Ирина Муцова, на мой глубоко уважаемая, и мы говорили о том, что не касается политики. И как-то вдруг в какой-то момент она сказала про красный цвет, вот цвет красный, там, революционный. И я говорю, да, дико не люблю этот цвет. Я ей подыграл. Многие годы спустя на другой радиостанции, когда я уже делал программу о взаимоотношениях и сексе, я вдруг сказал, что очень люблю красный цвет с точки зрения, так сказать, сексуальности. Тут же звонок. И такой противный, противный мужской голос. Толик? Вероятно, Толик, да, из Краснодара. Он с тех пор, зараза... Семен, а вот помнится, 10 лет назад в одном из эфиров с Хакамадой мне сказали, что вам не нравится красный цвет. Я понял, что если говорить, то говорить, то кто же думаешь. Потом же... Вот, так вот, Демьян, что пишет, Андрей? В общем, все песни в новой аранжировке. С учетом того, что у меня пару месяцев два альбома Андрея и крутились постоянно в машине, то прям ух, многоточие, эх, многоточие, вах, многоточие, ну и т.д. Это кто пишет? Нет, это Андрей пишет. Не Толик, нет. Это Андрей пишет. Кстати, я очень хочу теперь спросить у товарища из Кентукки, Александра, как зовут соседа, потому что он пишет, что сосед не выдержал. Приволок ящик, сидим, слушаем. Он слушает, задумчив. Я перевел пару фраз из песни, ему нравится. Как зовут соседа, мы ему передадим привет прямо из Москвы, в Кентукки. Напишите, пожалуйста, Саша, как зовут вашего соседа. Очень приятно, кстати, что вы здесь. Я говорил как-то и сейчас скажу, что свое радио слушают по всему миру, потому что интернет дает возможность. У нас в разных точках есть своя аудитория, начиная от Канады, заканчивая Австралией, в Германии, и в Австрии. Проверено. Беларусь, Украина, Казахстан понятно, что все здесь, и эти люди получают удовольствие от того, что ты сейчас делаешь. Значит, звучит все потрясающе, особенно знакомые по эфиру песни. Только песни с нового альбома пока еще мало знаю, пишет Юлия. Ну, в общем, удивительно. Мы их сами мало знаем. В общем, музыкант сами в нотах путаются пока, подождите. Знать-то их тоже как-то один исполнитель. А так, один из исполнителей, которого я узнаю не по песне, пишет Игорь Анин, а по голосу. Значит, есть в нем голосе что-то уникальное для меня. Но я приболел. И это мне нравится. Вот сейчас он начинает кокетничать и стесняться. Да, говорит, я приболел. Да нет, ты немножко не туда пошел. Голос у тебя ни на кого не похож. Уникальный голос, то есть голос, с которым сравнивать нечего. Манера пения такая, что сразу узнаешь. Копров, понимаешь? Ну, так случилось. Ты еще пока к этому не привык. Ничего, привыкай. Только главное, не зазнавайся потом. Только привыкай, оставайся человеком. Нет, это не ко мне. Ладно, вот как Юлианович, остался человеком за многие годы своего творчества? Остался человеком, замечательным человеком. Смотри, с такой группой я могу разознаться? Чего? Чего? С такой группой? Честь как-то, честь с такими людьми играть. Нет, безусловно, а я тебе на это и намекаю, на самом деле. Значит, как же приятно слышать эти песни в эфире в данное время. Особенно после рабочего дня приятно расслабиться и получать удовольствие от послушивания песен. Попивая кофе, улетев в нирвану, но не забыть при этом вернуться на землю по окончании. В нирвану. Что же вы творите, парни? Константин Твердый пишет. Чего нирвану? Не нирвану, а нирвану. Почему? По-палейски правильно нирбану. Правильно говорю, Паш? Правильно говорю. Серьезно? Да. Я всю жизнь говорю нирвану. Вот пришел Копров и обрушил мою жизнь просто. Почему нирбану-то? Так пишется и так и читается. Нирбану. А нирвану это уже наш европейский язык. А, вон что. Понятно. Все, надо переходить тогда, правда, на свои языки. Значит, будем жрать теперь досирак, а не доширак. Потому что по-корейски досираком называется эта хрень. А к нам ее привезли с буквой ш, потому что досирак в России вряд ли бы ели. Надо переходить на точное название. Правильно. Раз нирбана, значит досирак. А, кстати, как правильно? Суши или суси? Суси? А тогда митсубиси или митсубиши? Митсубиси. Значит, суси, митсубиси и нирбана. И досирак. Как будет называться следующая песня? Следующая песня называется «Маша». Замечательная песня. И, кстати, тоже из ротации между... Да что ты? Ты не знал? А говоришь, слушаешь свое радио. Как всегда... Врешь ты все. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Рейс» со своим новым альбомом. Поехали. Любовь по назначению Кряхти до завершения Любовь по назначению Всплыла. Одета в светло-мрачное Покусана удачью И ждет с усталым дачником Весеннего поста. Она растет березами Усыпанная грезами Порезанная порозами До первого моста Одетый стол погонами И перегар вагонами Сопят ей в ухо сотнями Расстрелянных солдат Эй, Маша Два свинца и наши Эй, Маша Два свинца и наши Любовь по назначению Кряхти до завершения Любовь по назначению Любовь по назначению Всплыла Одета в светло-мрачное Покусана удачью И ждет с усталым дачником Весеннего поста Да-да-да-да-да-да Эй, Маша Два свинца и наши Эй, Маша Два свинца и наши Эй, е-е-е-е Два свинца и наши Сейчас кто-то написал, что у Копрова нет проходящих песен Что не песня, то хит Вот такая оценка твоего творчества Hi, Jerry, how are you? Good luck to you! Сказал бы я человек, которого зовут Джерри Джерри, Джерри, Джерри Nice to meet you, Джерри Надеюсь, что Джерри получил удовольствие от того, что его заметили Из Москвы в Кентукки И пусть Александр переведет ему все то, что мы сейчас говорим По-русски Приятно же осознавать, что даже Гражданин из Кентукки, скорее всего, простой, рабочий человек Ну, я так думаю Если взял ящик пива во двор Сесть, послушать И понимает, что такое кантри-фолк Вот он твою музыку называет Вашу музыку, ребят, называет кантри-фолк Куда нам деться-то от этого теперь уже? Мне кажется, все, с этим жить придется В Германии было очень необычно и приятно Когда подходили после концерта люди, не говорящие на русском языке И вот там просили автограф, покупали диски И вот тащились, и было видно по глазам Ну, это же прикольно Это здорово, да Скажи, пожалуйста, тебе когда-где тащатся больше нравится? В Германии или в России? Ну, это же музыка Подожди, нет, ты не уходи от ответа Все-таки тебе какая публика? Какая публика тебе дороже? Нет, нет, не ври Какая публика тебе дороже, скажи Конечно же, это не публика Мне слово это не очень нравится Ну, хорошо, аудитория, слушатели Это люди, которые приходят, пришли на концерт Вот услышали, там, потащились Две с половиной песни понравилось А может быть больше Да это не важно Но они пришли на концерт, говорят они по-русски На другом языке, это же совершенно Это интернациональная история Которая должна Не должна ничего, во-первых Но, может быть, если она вызывает какой-то трепет В душе Где-то здесь Ну, хорошо А это не важно У нас осталось до конца часа буквально Минутка с небольшим Мы после этого уйдем на паузу Потом вернемся в студию Ты много билетов принес? Скажи, пожалуйста Это не билет, это такой флайер рекламный Чего, ё-моё? Можно приходить Так это как 100 рублей нарисовано Ты шо? Я думал, ты билеты Да я этим не занимался Я не знаю Ай-яй-яй Я думал, раз мы не можем Так может аудитории предложить билетики А ты принес, оказывается, флайеры просто, что ли? Можно предложить? Я даже не знаю, что тебе на это сказать Можно предложить? Я даже не знаю, что тебе на это Дело в том, что вход свободный Поэтому А, то есть, в принципе, даже можно и не париться Можно ничего и не предлагать Я хотел вопрос какой-нибудь задать аудитории Чтобы кто-то, кто первый ответит Давайте зададим Так а смысл, если вход бесплатный? А мы что-нибудь еще придумаем А что придумаешь? А позовем в гримерку и заставим нас напудрить Вопрос примитивный, простой Я люблю простые Чтобы людям не надо было долго париться В какой группе какое-то время назад Играл товарищ Борисов Басист коллектива «Рейс» Я думаю, вопрос простейший Ответ элементарный Мы пока ушли на паузу После паузы проверим ваш ответ Первый, кто ответил правильно Напудрит группу перед выступлением 25-го числа в Крубе «Ленинград» Я думаю, помнить об этом человеке И будете вы дольше, чем он А вас после того, как вас напудрит Давайте двигаемся дальше Напомню, в программе «Живые» сегодня Группа «Рейс» со своим новым альбомом Презентация Эфирная, радиальная презентация Чему мы очень рады И за что мы сильно благодарим Прежде чем мы ушли на паузу Я задал очень сложный вопрос Очень сложный вопрос И надеемся на то, что человек Который на него ответит первым Действительно получит в призы То, что сказал Андрей Он ведь объявил об этом сам Что этот человек, приедя на концерт Умеет попудрить музыкантов в гримерке Где до? Ну, в какой из групп Серьезных групп Я не сказал, на какой концерт Так вот Заднюю даешь? Нет, нет Заднюю даешь Завтра, все завтра Юль, посмотри, пожалуйста Кто был первым Кудру берите с собой Есть правильные ответы Да, я уже вижу Надо посмотреть, кто был первым А какой был вопрос? Был по-честному Не было вопросов Тебе никаких? Никаких 46-47 Это короткий номер для СМС-ок ваших Сначала пишите Свои Пробельчик А потом уже Ну, само собой, естественно Все, что хотели бы адресовать коллективу Это могут быть вопросы Эмоции Впечатления Я не знаю, что вы можете написать еще Кроме того, что это круто Ну, на мой взгляд По-моему, других слов-то тут употреблять Нельзя О, Оленька Литвинова Знаю такое Тик-тик-тик А я знаю, где Иван Васильев играл Где Паша Цыганов Откуда Бен И что любит Андрей Копров Пишет Оленька Литвинова А вот интересно Что любит Андрей Копров Это тема личная? Что ты любишь? Оленька Литвинова замужем Не-не-не Я же не об этом Она же пишет, что она знает Что любит Копров В каком смысле Все знают, что ты любишь Вся группа знает, что ты любишь В каком смысле Вот я тоже хочу понять Группа, конечно, знает, что я люблю А что ты любишь? То, что она знает Оленька, поясните, пожалуйста Потому что я в тупике сейчас в лёгком нахожусь. Я знаю, что любит Копров. Я знаю, кто в стране дурак. Помнишь анекдот советский? В какой стране? Ну, это уже другой вопрос. Давайте петь. Что это будет? Давайте. Следующая песня называется «Листья». Как всегда, ещё раз напомню. «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Рейс». Поехали. Красно-жёлтые листья Это ни осень, ни акварели Белое небо Полотном накроет землю Певчие птицы По утрам распевают трели И мне всё это не снится Я найду свой рай за дверью По девичьим лицам По влажным от счастья ресницам По нежным ладоням По раскалённым доволим мозолям Я буду рисовать свою любовь Кистью из красно-жёлтых листьев Если мне покажется, что я готов понять Что ты — это небо Звёзды, птицы Если я — это небо По вдвоему Он расслабился По вдвоему По х Brook Быть может мой рисунок Совсем не то, что хотела видеть Быть может мои струны Не из стали, а из шелковой нити Но все же я рисую Тебе свою старую песню Хотя бы на холсте Мы рождены, чтобы прожить эту жизнь вместе Я буду рисовать свою любовь Кистью из красно-желтых листьев Если мне покажется, что я готов понять Что ты — это небо, звезды, птицы Если я буду рисовать свою любовь Кистью из красно-желтых листьев Если мне покажется, что я готов Готов понять, что ты — это море В воздух литься, если... Кистью из красно-желтых листьев Вань, дружище, ты мой кумир Блестящая труба Роскошно звучащая труба Я понимаю, что он сейчас начинает говорить Что это не я, это инструмент У меня там все эти примочки Но звучит просто замечательно, правда, супер Супер Я сейчас, ну, как говорят в Кентукки Я проперся просто сейчас Слушайте, Александр Кентукки Вот он пишет Сосед зовут, может, все, Джерри Привет-то передали Но он пишет вот что Это чат на сайте своего Он мою гитару подхватил Солики подыгрывает Кстати, неплохо получается Сказал про ваш привет Ему ждет Мы все-все передали Это, скорее всего, человек раньше, может быть, написал Прежде чем привет передали Мне просто теперь интересно От Александра услышать Мне интересно, что пишет Анатолий Подожди секундочку Вот этого тебе читать не надо Потом бессонная ночь Трудное утро Головная боль на весь день Это нам знакомо Вот в том и дело Зачем тебе портить себе жизнь Саша, скажите, пожалуйста Джерри-то услышал привет или нет Или он в это время подыгрывал соляк И как-то пропустил этот момент Есть у нас, конечно же, люди, которые точно знают В какой группе играл Павел Безусловно, мне кажется, сложно не узнать Просто так в картинку посмотрел Сразу понятно, откуда он Но они как-то все не москвичи И вот приехать завтра, судя по всему, не смогут Единственное, кто поближе Это из Домодедова у нас Товарищ есть постоянный слушатель Максим Зверев Я уж не знаю, Юль, ты там отследила? Действительно нет никого из москвичей? Но, правда, вот Ириш пишет Отдаю пальму первенства Максиму Жалко, конечно, но надеюсь, что в Питере Тоже будет шанс напудрить рейс Она из Питера, понимаешь И так вот при... Что ты сейчас мне киваешь? Ты мне напиши, я ж не понимаю Вот так кивков-то я не очень понимаю Пиши по-русски Давайте теперь двое из Питера Вот пишет Юль Двое из Питера Но готовы ли они приехать завтра? Объявление можно? Нет Тогда песня Давай, конечно Какое объявление? Ну что, ты как маленький Я второго... Пардон Десятого Давай начнем сначала Подожди, еще раз Давай это играем назад У меня есть объявление, можно? Нет Ну тогда песня Нет, давай, я пошутил Давай объявление Десятого июля Вот хорошо записался Этого года Всего года Всего года, пардон В Берлине состоится концерт Я буду песни петь Потом 14... Пардон 15 июля В Нюрнберге 18 июля В Мюнхене И 31 июля В Вене Будут концерты Подожди, это будет концерт группы «Рейс»? Нет Это я приеду с гитарой С рюкзаком С хорошим настроением И мы будем общаться Ну, я думаю Я надеюсь, что меня не забыли Боже упаси Как такое забыть-то можно? Я сейчас просто сразу хочу спросить Есть ли кто-то из Вот сейчас слушающих эфир Кто мог бы прийти на эти концерты? Еще раз Берлин Нюрнберг Вена Берлин Нюрнберг Мюнхен Вена Ага Мало ли, у нас есть аудитория и там В конце концов Может быть, кто-то сейчас Услышав это Запишет себе галочку поставит И будет знать, что в этот день Надо прийти Отпишитесь, пожалуйста Можете ли вы прийти на концерты Которые Пройдут там Сольные концерты Сольные, да Андрей Кокров Ну, впрочем, я думаю Что Я вот так Договорился У меня в каждом городе Остались друзья-музыканты Которые, я думаю С удовольствием подыграют Кстати Рома одну деталь подметил В Кентукки сейчас 14.00 Плюс ящик пива Ребята свои Это правда Вот тогда, Саша У меня к вам тогда вопрос Я просто сразу об этом не подумал Два часа там Третий час дня Чего вы не на рабочий Почему человек Рабочий день Вполне себе В самом Рассвит Что называется Ладно Давай петь дальше Что это будет? Следующая песня На стихи нашего друга Мы ее сейчас исполним Как называется? Она имеет много названий Ну одно хотелось Назовем ее Ну там про страну Что-то про страну Куча мыслей Масса идей То есть, посмотри Песня настолько новая Что даже нет названия Да Совсем свежак Есть одно название Но в эфире Я не могу этого сказать А ты так губами прошепчи Я пойду Я скажу за тебя Не можешь Жопа? Да ерунда А что такого в этом слове? Подожди Жопа, если слова нет Слово жопа Не матерное слово Вот слово Член С тремя Вот это матерное слово А жопа-то Я не знаю, почему так плохо относятся к жопе все Почему? Вот я тоже хорошо Я тоже хорошо Это слово не матерное Оно, конечно, имеет некий оттенок Да, я все понимаю Но если это сказано Копровым Мягким голосом Так красиво подано Да? То вроде как и ничего Кристина Штейнберг пишет В Берлине уже тексты все выучены Ждем Сервус Сервус Это баварский язык уже Нет, сервус написано Сервус Это баварский язык Типа Привет, пока Вот, видишь, как хорошо Я же знал, что кто-то обязательно откликнется Из тех Все нормально Все Как минимум один гость у тебя будет Ну Шучу Нормально Будет много Так вот мы так и назовем эту песню, да? Ну, давай так и назовем Ну, там про нее-то будет что-нибудь в тексте? Все может быть Я могу забыть слова Точно спою Ладно, давай попробуем, что это получится Как всегда, живой звук в программе живые Здесь сегодня рейс А, ну да, песню называть не будем Сами разберетесь Погнали У нас куча мыслей И масса идей За тех ли За этих Ты пой или пей Калач В рот В башку Кирпичом То ли все Иди на то ли Все Непочем Каждый раз Накануне войны Под хвостом свербит И свистит в голове Куда ждевалось Наши чувства вины И кем будем завтра мы В похмельном синдроме И пьяном бреду Задыхаясь слюною Несем и ерунду Забывая Что только Недавно Совсем Мы дважды Теряли Страну Стенка на стенку Душа наизлом Мочить Своих Перей Напролом И лишь Одну мысль Лилить В душе Успеть Быть Свалить С баблом И Каждый раз Накануне Войны Под хвостом Свербит И свистит В голове Куда ждевалось Наши чувства вины И кем Будем завтра Мы В похмельном Синдроме И пьяном Бреду Задыхаясь Слюною Несем и ерунду Забывая Что только Недавно Совсем Мы дважды Мы теряли Страну Давай, Павли И каждый раз Накануне Войны Под хвостом Свербит И свистит В голове Куда ждевалось Наши чувства вины И кем Будем завтра Мы В похмельном Синдроме И пьяном Бреду Задыхаясь Слюною Несем и ерунду Забывая Что только Недавно Совсем Мы дважды Теряли Страну Мы Дважды Проспали Страну Мы Дважды Просрали Страну Скажи мне Срочно Эта песня В записи Есть или нет? Нет Ну как всегда Самое лучшее Остается на потом Я готов был сейчас Поменять свое решение И ту песню Которую я запланировал Поменять на эту Я бы ее в премьеру взял Русская народная песня Про жопу Ну почему нет? Самый мне кажется Удачный момент Для того Чтобы сейчас ее дать В премьеру А кстати Когда ты щелкал пальцами Я вдруг вспомнил Что на свете Есть еще один человек Который под этот вот Под эти звуки засыпал Дочка моя Я страшно любил Развлекать ее Такими вот щелчками А народ просит повторить Повтори как ты это делал Да конечно Тренируешься чаще чем я Я уже последние годы Перестал ее так усыплять Девка здоровая Ежедневно Давай Вот так А у меня пальчики мокрые Я видишь Надо Надо тренироваться Вспомнить надо Сколько лет я уже этим Не занимался Что ты сейчас помнишь Он мне показывает Гордилась раньше тем Что я умею это делать Ладно Игры играми Вот я почитаю СМС-ки кое-какие Спасибо Копров Спасибо Рис Очень цельная группа Оригинальность во всем От сердечной манеры Исполнения До оркестровой Импровизации И свингования Вы свежие И живые Семья Таборовых И Санкт-Петербурга Это СМС-ка 46-47 Короткий номер для СМС-ка Свои пробелы Дальше все что хотели бы Сказать Где альбом записывали В России или Спрашивает Кто-то без подписи Записывали альбом И в Питере И в Мюнхене Вот Сводили в Петербурге А мастеринг делали В Гамбурге Очень Правильное решение Почему? А что в России Не смогли бы? Может быть и смогли бы А почему тогда В Гамбурге? Потому что Там проверены варианты А в России Нет таких вариантов Проверенных? Я сейчас Я занудый Я спрашивать буду У меня нет Нет? У меня нет То есть ты пока Еще не надыбал Материаличка Человеческого Я доволен Тем что получилось И просто мы Неоднократно говорили Уже в эфире Что и техника везде Вроде бы как одна И та же И аппарат вроде бы Одинаковый Пальчики другие Да Мозг другой Согласен Мозг другой В этом никаких сомнений нет Но как мне кажется И в России уже есть И люди которые это делают Вполне себе успешно И удачно И очень круто И вот трудно спутать Вернее трудно определить Где это сделано Когда слышишь Мастеровитые действительно вещи Ну ладно Это отдельная тема Волшебные тексты Волшебный звук А бас Так это вообще Супер басюга молодца Соловьев Денис Рошаль Чего? Это все Понятно То есть басист он не играет На самом деле Он делает вид Просто прижимает лады А все дело В руках звука Режиссера Да и Копров не поет Вы разве Он же не поет Это все опять же Все к звуку Режиссера Кто вот сейчас Смотрит камеру Вот у меня написано Стрепсил Стрепсил Реклама Вы ради бога Я к вас потом Напишу Вот написано Та камина А вот Стрепсил Так Что у тебя Где еще написано Покажи пожалуйста Ну обычно Показывают резинку трусов Там написано Очень важные слова Какие-нибудь Что у тебя там написано Не помнишь? Это сугубо Личество Вот А сейчас Модно носить наружу Чтобы было видно Ну мы же Ты отстал от моды Чувак Ты отстал от моды Чувак 46-47 Это короткий номер Для ваших смс Сначала свои Про Бельчик А потом уже Все что хотели бы Адресовать коллективу Так Здесь Теперь уже есть Ну да нет Демьян пишет о том Что песня-то записана Ну пишем конечно мы Но мы сегодня По-моему Многоканалку не стали писать Не знаю Сдуру Надо было бы действительно А когда эта песня будет В записи Не знаешь еще Ты не решал этот вопрос? Я думаю Думаю Мы начнем Писать новый альбом А Па-па-па Так это песня вообще Из совсем нового Которая еще Это новая-новая Совсем новая И не И текст написал Наш друг Я же Ну и не важно Я сейчас не оттуда Песня-то ваша Новая И впрочем мы ее нигде не играли Это первая Первая Это была первая Премьера Спасибо тебе А что ж ты об этом Сразу-то не сказал Премьера Она уже подзвучала Просто вот эту песню Я вообще не задумываюсь бы Вот вообще не задумываюсь бы Постел в ротацию Да Просто взял бы У нас таких песен Ого-го-го У вас? Да Потому вы и здесь На самом деле Так Где-то было еще сообщение С которое я хотел прочитать Но их так много Что я их теряю А времени Жалко Ладно Бог с ним Потом найду Пока будешь петь Я поищу Да Давай что-нибудь споем еще Что это? С удовольствием Песня называется Мое поколение Ну ты как-то Всегда напоминай Откуда песня Из этого альбома Песня тоже нигде не записана То есть совсем свежак Ну Написал я ее давно Наверное уже года два назад Но мы ее Тоже нигде не представляли Не играли То есть сегодня опять премьера Вот еще одна премьера Совершенная премьера Да Очень хочется сыграть Не могу меня не отпускает Знаешь вот как Как хороший Вообще не знаешь Такой наркотики Но как говорят Не отпускает Чувак не знаю Серьезно Кроме травки в юности Ничего больше Так вот Все тебе расскажи Бу Короче вот эта вещь Когда все же планируется К записи Это про жопу-то Ну ты же название придумаешь Прилично Я думаю скоро Не надо таких вот отговорок Примерно хотя бы Ну смотри Пока мы сейчас все улетим Так Прилетим Соберемся Так Обнимемся Начнем репетировать Так Ну считай что вы здесь Уже отрепетировали Я думаю через неделю Будет готово Ты понимаешь что он делает сейчас То есть ты хочешь сказать Что через неделю Ты сможешь Через неделю не запишем Конечно Ну Ну в этом году постараемся Ну тяжело конечно Ну может быть постараемся Подожди А если я сейчас скажу Что я пока не дождусь Ее в премьеру Больше песен не возьму Ты поторопишься? А Не Ну постараемся в этом году Очень-очень-очень Роскошная вещь Роскошная вещь Это респект Сейчас презентация Завтра презентация Вот Ладно Что с тобой делать Так хотелось Вырвать из этих цепких рук Хорошую песню Нет Запишем Обязательно запишем Будем ждать Не забывай про нас пожалуйста Ладно Пришлешь потом Как называется следующее? Мое поколение Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня рис Поехали Мое поколение Живет в ожидании Светлых безоблачных дней И каждый из нас Одинок в состоянии Волны Из девяти морей И пены И умыты Причалы Терпения Надежда Плывет За бортом Когда поколение В свое наказание Умоется Синим огнем Песочное время На дне созерцания Пробило Тринадцать часов Нарушен покой Разбит границ Знания Рожденный С началом Волхво О люди Ползущие Цепью Ныне О лебедь Дарующий Взмах Сотрется в одно Мое поколение Когда почувствует страх Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Лошади 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 Времени В ритм Бьются Сердца Мое Поколение Уйдет Потерянным Забив На Святого Отца И звезды Не в силах Солгать О предвиденном И парус Натянутый В путь Моё поколение живёт в иллюзии И мне предлагает уснуть Играет музыка Сейчас кто-нибудь заметил, это Ваня играл или опять звукорежиссёр постарался? Я вообще-то не заметил сейчас, труба была чья? Ваня всё-таки? Звукорежиссёр Всё же так Кстати, смотри-ка, Марина Лучинская пишет Кто-нибудь запомнил, когда выступление в Мюнхене? Люди слышали, что ты будешь? Ну-ка ещё раз, давай, повтори, пожалуйста 10 июля, Берлин 10 июля, Берлин 15 июля, Нюрнберг 15 июля, Нюрнберг Я перевожу на русский 18 июля, Мюнхен 18 июля, Мюнхен И 31 июля, Вена 31 июля, Вена Просто когда повторяешь дважды-дважды, лучше запоминается-запоминается Ну, так, чтобы у людей остаток оставался Спасибо Я думаю, что на этот вопрос мы ответили Теперь давай-ка напомним, пожалуйста А, вот Николай Кидяев из Лондона пишет, кстати Колыбельное и пощёлкать пальцами Это человек из Лондона в данный момент слушает эфир И тут очень мне понравилось сообщение в чате Сижу, дописываю защиту диплома Под щелчки пальцев тоже стал засыпать Ну, у меня дочка, правда, очень хорошо засыпала под это дело И орать переставала, что очень ценно Когда? Завтра в Ленинграде Ну, в смысле, в Москве, в клубе Ленинград Да, завтра в клубе Ленинград В шесть часов уже начинается феерическое шоу Ленинградский проспект 24А Ну, в общем, будут девочки на барабанах Слоны, лошади Только в конце на 40 минут группа рейса Как 40? 42 42 В шесть начала, я так понимаю, или в шесть сбор гостей Всё-таки я хочу для тебя В шесть сбор гостей Закончится всё это действие в 23.00 То есть большая, серьёзная программа Множество всяких сюрпризов, я убеждён в этом А 26-го, на следующий день мы в Зеленогорске играем Это под Петербургом Там фестиваль будет Какой фестиваль-то? Понял, спасибо Но, в любом случае, завтра в Москве В клубе Ленинград Вы можете посмотреть на группу рейса Совершенно бесплатно Вход бесплатный, да? Да А, кстати, кто-то тут уже писал Что чуть ли не все концерты группа рейс даёт бесплатно Это что? А сколько мы концертов играли? Не знаю Скажи, сколько? Три? Сольных, я имею в виду Два? Ноль Завтра будет первый концерт Мы играли в фестивале Па-па-па-па-па-па-па-па Подожди Завтра первый концерт Ну, презентация альбома и премьера А почему ты не говоришь об этом, ребятки? Завтра знаменательный день у группы На чём с того что-то Так я почему стрепсился-то тут ем? Я тебя понимаю, да Да, чтобы святочки, да? Ага А Валкардин нет? Не взял с собой? Что-то мы купили Есть, да Ну всё, значит подготовились, хорошо Правильно Братцы, сегодня презентация альбома Мало того, сегодня уже прозвучало две совершенно новые песни Которые даже не записаны Завтра первый, по сути дела Сольный концерт у коллектива «Рейс» Ну, с таким названием, я так понимаю Группа «Рейс», да? Именно поэтому первый «Рейс» — это мы, да Да, вот Я имею в виду первый концерт у «Рейса» Да Не у Копрова, у «Рейса» Рейс Вот Слушайте, столько знаменательных дат А ты почему-то на это дело не упираешь Плохо вот Себя пиарить надо Зачем? Как зачем? Как зачем? Надо песни петь Это нет, дорогой мой Понятное дело, песни петь надо Но и подавать их надо правильно И вкусно Хорошо, сейчас Ребята, завтра Ленинградский проспект 24А В 18.00 Кто не придет Жопа Песня так называется, в смысле Вот Да Фух, ну наконец-то Хоть чему-то удалось научить его немножко Ну, хоть как-то поправить мироощущение А вообще, если серьезно Если совершенно абсолютно без всякого ерничания Давно сказал и повторю То, что делает Андрей Это уникальное явление, мне кажется Вообще, в принципе, на нашей площадке музыкальной Имею в виду в «Музыке России» Просто потому что Слушая, понимаешь, что это мужчина Который обладает очень чутким Женским подсознанием Вот это такая Ну ничего, подожди секундочку Ты сейчас поймешь, о чем я Больше двух Я тебе скажу больше Вот я театральный режиссер Да, по профессии Я прекрасно понимаю, что мужчина В профессии актера Это не мужчина И мужчины, актеры знают это Момент присутствует Все равно женской психологии Так или иначе Любой артист, он слегка Нарцисс Слегка Кто больше, кто меньше Кто-то в большей степени Кто-то в меньше Кто-то себя представляет так Кто-то эдак Но твои песни Они попадают в десяточку И у женщин, и у мужчин Причем самое удивительное Что взрослые, зрелые Я вот смотрю просто по аватаркам Люди, которые есть Я бы сказал, даже брутальные мужики Пишут такие слова Которых, мне кажется Они в жизни не произносят Когда говорят о песнях группы «Рейс» Нежно, тонко, изящно На такого мужчину смотришь И думаешь, он слов таких не знает Нет, он их употребляет И употребляет в отношении тебя Группы, и песен, и текстов И так далее Вот смотри Вся смена требует Чтобы я передал вообще восхищение От восемнадцати человек Что я и делаю Я вроде как свой Константин пишет Но это один из постоянных слушателей Спасибо, завтра восемнадцать Вся смена А я вот не помню, где он работает Почему смена-то у него Юля, не помнишь, кто он, где он? Смена, восемнадцать человек смены Они Столивары, по-моему Кто он? Пожарные? Пожарные Восемнадцать Вот смотри Еще раз Сейчас уберу подложку Ты сейчас прочувствуй момент Кто такие пожарные, ты знаешь Не пожарники Пожарники — это погорельцы Это другое Пожарные обижаются, когда их пожарниками называют Вот если дом сгорел, там живут пожарники А пожарные тушат Так вот Восемнадцать человек пожарных Это брутальные мужчины Люди, которые занимаются спасением жизни Каждый день Требуют, чтобы Константин передал восхищение Что он и делает Я думаю, здесь есть смысл Сейчас, смотри, секундочку Я попрошу наших этих ребят-хлопочек Сделать вот так Спасибо Я думаю, что это действительно достойно того Чтобы об этом упомянуть И то, что женщины реагируют на эти песни Я понимаю, сердечные и больные Ну и мужики Кто ты такой вообще? Ты кто? Что в тебе живет такое? Скажи мне Как тебе это удается? Объясни Чем берешь? Ну, с утра, значит, медитация Так Съедаю два супа из черепах Черепашь еду супы Ну, так подготавливаю себе на репетицию После этого пробежка И снова в кровать Ну, чтобы все переосмыслить И переварить Переварить Ну, и вот Потом происходит Вот это вот путешествие к себе В себя Почему рейс-то мы называемся вообще? Я понимаю, да Потому что едите черепаший суп Потому и рейс Теперь ясно, как, собственно, происходит чудо Чудо творчества Для пожарников споем песни Для пожарных Ой Не обижай этих людей А кто это сказал? Это не я Это не ты, да Это кто-то ляпнул с дур Кто-то сверху А передайте группе Передайте группе Раз уж начали петь Незаписанные песни Спеть на холсте вселенной Ну, пожалуйста Оленька Литвинова, опять же Пишет Ну, не знаю Я не настаиваю Давай, что будешь дальше петь Там, как по программе Продумано все Сейчас он с жестами Ничего я не понял Музыкант, кажется, сообразил Что он имел в виду Что это будет-то? Ты хоть так назови Можно я не буду ничего говорить? Сейчас мы По первым строчкам все определим Ты подожди Ты раньше-то в медитацию не уходи Потерпи Еще у нас 20 минут есть Назвать? Конечно Заглавная песня альбома Полный вперед Ну вот Спасибо тебе большое Рейс здесь сегодня Как всегда в программе Живые, живой звук Поехали Сегодня мой день Чистой рекой Плывут по венам корабли моих снов Без мотора и ветра Без мачты узлов Где-то светит звезда И зашется любовь Я, пожалуй, разделусь Чтобы быть навсегда Чтобы врезаться в стену И забыть имена И после молчать И молча кричать И прыгать до неба Чтобы небо обнять А как хочется летать Как хочется летать Как хочется летать С тобой С тобой И как же клятся любовь Из разбитых сердец И словом не скажешь Не засыпешь песком По белой бумаге Над чистым листом Плывут корабли От луны до земли Ты прости, если кто-то Не поймет твоих снов Здесь каждый встречный За тебя убить готов Чтобы После молчать И молча кричать И прыгать до неба Чтобы небо обнять Как хочется летать А как хочется летать Как хочется летать Как хочется летать С тобой Одной Полный вперед Небо поет Больше не ждет Никто никого не ждет Значит Полный вперед Полный вперед Нас больше не ждет Никто никого не ждет Значит Полный вперед Субтитры сделал DimaTorzok Ну, сообщу, что это тоже песня из ротации Своего радио В постоянной ротации находится она у нас Да И знают ее И само собой Узнают Слушай, я вот не могу Я весь эфир маюсь Вот уже час сорок шесть Двадцать Одна Двадцать две секунды Мучаюсь просто Я не могу этот вопрос тебе не задать Не буду я Бену дергать Потому что Я понимаю, что ему будет сложнее Сейчас отвечать на вопросы Так как русский для него неродной А Ты что, барабанщика в России не смог найти? Где же тут подвох? Он в России Нет Ты же вынудил его жить в России Может он не хочет тут жить Конечно Он же гражданин цивилизованный Европы Цепями держим Ты понимаешь? Нет, ну это все Случайности Которых не бывает Вот Наверное Бен, может ты ответишь? Нет, ну если он может Да Ну почему Я бы с удовольствием Барабанщик Он же прекрасный Он клевый Он прекрасный человек И человек я знаю И барабанщик Уже не впервые сообщаемся Но просто мне всякий раз интересно Чего тебя в России держат? Страна агрессор вообще Страна отвратительная Жрать нечего у нас Страна агрессор? Ну не знаю Я сейчас не Я говорю, что Европа же Цивилизация в Европе Все лучшее в Европе В Германии тем более Ты же немец? Ну Нет, я бельгиец Бельгиец А да, прости Да, бельгиец Уже говорили мы об этом В прошлый раз Бельгиец Чего у тебя в Бельгии Не сидится? Ну не знаю Мне интересно здесь А, то есть в России тебе весело Я так понимаю Да То есть мы живем А ему весело Ты понимаешь? Так Ну и Хорошо Скажи тогда, пожалуйста Ты специально для того Чтобы играть В группе Рейс Все бросил Все плюнул Все плюнул в Бельгии И живешь сейчас в России Специально для группы Рейс А ты жениться успел уже в России? Еще раз? Понятно Я же говорю, что он не понимает По-русски Нет Я просто не слышал Жениться, говорю, в России Успел уже? Да, да, да Она кто? Русская? Да Тогда я понимаю, что он тут делает А он говорит Я в группе Рейс, говорит, играет Да лучше же Русских женщин-то нету Нету Совершенно верно Женщин лучше Совершенно верно Вот потому-то он здесь и живет Ну, в общем, я лично Честно скажу Я декорат Правда Барабанщик Очень хороший Да Ну, потом это ему слово Скажешь на его родном языке Потому что в эфире я сказать не могу И тебе не рекомендую Это уже не жопа Это уже другое Да, очень хороший барабанщик Короче говоря И здорово, что он с вами И здорово, что Хорошо, скажи мне Да А как тебе наш клавишник И бэк-вокалист? Ну, тут у меня вообще нет слов Потому что я сначала Даже не сообразил, что звучит Когда идет подклада голосом Я стал Павел Цыганков Стал оглядываться Стал искать, где А это, оказывается, за твоей широкой спиной Спрятался скромный, маленький Клавишник коллектива Рейс Который из-за тебя это и не видно Гениальный Ребята, ну что Я могу много добрых слов сказать О каждом из вас Просто потому что Это добрейший души человек Замечательный Очень смешливый Улыбчивый, открытый Помимо этого он поет в хоре Это не закрытая информация Поет в хоре В Казанском соборе В Санкт-Петербурге Ладно Ежедневно Ежедневно там поет Замечательные Вы знаете, чего там поют Ну, понятно, что В Казанском соборе Вряд ли Дипепл поет Понятно, что там поют люди Вот В Казанском соборе Кстати, это же, по-моему, рядом с Невским 24 Казанский собор Рядом с местом культовым практически Которое мы тоже очень любим С которым активно сотрудничаем Между прочим, Невский 24 Чудесное место Все хороши Претензии Не то, что претензии Вопросов нет ни к кому Настолько классно все Настолько все сыграно И настолько все здорово Что мне бы хотелось Чтобы группа Рейс Реально в ближайшее время Заняла свое место Такое плотное Мощное На нашей нормальной Российской музыкальной поляне Сейчас я говорю не об эсраде В этом слове нет буквы Т Да, эсраду я терпеть не могу А вот что касается Живой музыки Настоящей музыки Которую, кстати, мы не делим На жанры Ну, ты знаешь Ты знаешь, музыканты не очень Может быть, что в эфире Своего радио Нет понятия Формат Очень хорошо Либо главное Чтобы это была Неголимая попса И неблатной шансон Все остальное Имеет право на существование Я уже устал отбиваться И в бытность Нашего радио Пардон, меня Доставала эта история Неформатная музыка Мне говорит аудитория Кто ты такой Чтобы мне об этом Я сказал форматное Значит форматное Так вот То, что вы делаете На мой взгляд Ну, вот Аналогов я не знаю Правда Ну, по крайней мере Я не видел Дай бог Вот получится Осенью Начать такую Клубную деятельность Будем играть В Петербурге В Москве Может быть Пойдем кататься По России Очень было бы хорошо Очень было бы хорошо Я всякий раз Когда А завтра В 18.00 Я всякий раз Когда появляется Да, в 18.00 Начнем со слонов Мы договорились уже Потом девушки Барабанщицы Да И вход бесплатный Главное И все это На Ленинградском 24 Клуб Ленинград Правильно я говорю Да Всякий раз Когда появляется На горизонте Интересный коллектив Ну, вы-то чуть раньше Появились, скажем Чем последние дни Вот недавно Тоже любопытные были моменты Я дико Я как ребенок радуюсь Я говорю сам себе Господи Оказывается Мы не все еще выбрали Мы еще не все Оказывается Есть что-то еще Классное И это классное Очень хочется показывать Почему ты Так долго пишешь песни Ну, почему Это уже я так Эмоции от себя Вот эта группа Парням браво Своя радио Очень радуете нас Спасибо вам Иван Иванов написал Вот смотри Опять мужская оценка Пожалуйста Это, наверное, для Ванечки Нашего замечательного Турбача Вот он играет на клавишах И на тамбурине И подпевает Еще тоже бэк-пополист Да, замечательно Полный вперед Пишет Юля Слышали в ротации Наверное, вроде больше негде Всего-то и разок-то слышал А запомнила У меня она ассоциируется С морским бризом Музыка, голос, слова Перед глазами Сразу яркий морской пейзаж Небо, солнце, волны Чайки Спасибо, Юля Ну дальше, да? Ну что? Пацаны? Пацаны? Ну? Может быть, песня родилась бы Прямо сейчас в эфире Почему нет? Давай дальше, ладненько уже Надо что-то спеть Что это будет? Лимон ветром Ах Ну я думаю, что сейчас Поклонники группы Закричат ура Просто потому что Тихо, внутренне Чтобы не мешать Ребятам играть и петь Песня роскошная Та песня, с которой Мы, собственно, и познакомились С группой Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня рейс Поехали По равнинам вселенной Не бежит река Небо ветром молчало Небо ветром молчало За стеной Из звезд еще одна стена Небо ветром молчало Небо ветром молчало Над слезами морей Солнце корчит беду Небо ветром молчало Небо ветром молчало Знай, я есть всегда И я никогда не умру Небо ветром молчало Небо ветром молчало На вершине у костра С ветром пелы его слова О неизведанных берегах Про снег в пылающих сердцах Мне виднее свысока Пел мне ветер, тишина Небо ветром молчало Небо ветром молчало Небо ветром молчало Небо ветром молчало Как просила остаться, согревать очаг Небо ветром молчало, небо ветром молчало Не смогла уберечь, и всё опять не так Небо ветром молчало, небо ветром молчало Мне остаться собой, без секрет внутри Небо ветром молчало, небо ветром молчало И нет дороги иной, там смерть и жизнь на пути Небо ветром молчало, небо ветром молчало Небо ветром молчало, небо ветром молчало На вершине у костра С ветром пел его слова О неизведанных берегах Про снег в пылающих сердцах Мне виднее свысока Пел мне ветер тишина Небо ветром молчало Небо ветром молчало ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что вот сейчас делать? Две минуты осталось до конца эфира. Уже и в песне-то не поместится. По сути дела, ни одна из такой... Нет какой-нибудь короткой, совсем полутораминутной вещицы, чтобы ей попрощаться. Могу сказать, что аудиторию сегодня вы лишний раз пришибли. В хорошем смысле появились новые поклонники. Я совершенно убежден. Вот Иван пишет, Иванов, своё радио. Благодарю за открытие таких групп для меня, как «Афинаш», «Рейс», «Беловоди». Ну, человек открывает и делает такие открытия, мне кажется, с удовольствием. Спасибо большое. Завтра концерт в клубе «Ленинград», в «Ленинградском 24». Начинается всё в 6, закончится в 11. Начнётся с медведей. Я уже думаю, лучше так, чем со слонов. Нет, лучше всё-таки попривычнее. Медвежки с цыганами. Надо всё. Девушки на барабанах. Потом слоны. Потом кони. Потом копров. Дедушки на барабанах. Ну, наверное, нам надо просто попросятся сказать спасибо друг дружке, просто потому, что не хочется очень подвязать песен и не петь до конца. Сообщаю в качестве анонса. Завтра в программе «Живые» группа «Принцессы Ангина» или «Принцессы Ангин». Группа из Австрии. Так вот, видишь, как ты из Германии. Знаком, я знаю гитариста. Да, да. Басиста или гитариста? Гитарист. Ну, там басисты, гитаристы. Там все хороши, а басисты роскошные совершенно. Группу не слышал, но вот посмотрел. Группа очень хорошая. Группа очень рекомендую. Видишь, как ты отсюда сюда, а они как-то вот туда. И в Австрии. И, кстати, там у «Принцессы» у неё ритм-секция вся. И барабанщик, и басист австрийцы. А все остальные ребята русские. И поёт она, конечно, по-русски. Спасибо, ребят. Ничего другого вам сказать не могу, кроме вот... Спасибо всем. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, Юля. Спасибо, Юля. Офигенные. Спасибо, Лиза. Спасибо всем. Сейчас, да, вот мы сейчас ещё 20 секунд. Давай, спасибо, спасибо, Серёжа. Спасибо за ваши комментарии. Всем спасибо большое. Короче говоря. Но если вы 18 часов завтра не будете... Это была группа «Рейс». Всем хорошего вечера. До завтра. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok